Канта отмечает два главных восхищения для человека. Звездное небо над головой и нарастный закон внутри нас. Я не знаю, как обстоят дела с нравственным законом, а вот про звездное небо можно забыть. Если брать прогнозы ученых, то небо, которое мы видим сейчас, будет совершенно другим. Почему звездное небо будет другим? Сейчас на орбиту выведено около 5000 спутников Starlink. Планируется через пару лет вывести 12 тысяч Starlink, а в планах 42 тысячи. Но есть и другие компании, и другие страны, которые в сумме, по самым минимальным оценкам, выведут к 30-му году порядка 100 тысяч спутников. Это беспрецедентно для истории человечества. И это однозначно повлияет не только на звездное небо, которое мы наблюдаем с точки зрения обычного человека, но и на астрономические исследования, которые ведутся с Земли. Так выглядят радиоастрономические обсерватории. Они разные, разбросаны по всему миру. С помощью них проводятся радиоастрономические исследования. Вне оптического диапазона открываются далекие и невидимые объекты. Квазары, галактики, пульсары. Такие фундаментальные открытия формируют наше понимание о Вселенной. Это невозможно переоценить. Но в жизнь исследователей торгается техника, которая является продуктом этой же науки. Техника, которая, казалось бы, должна помогать исследованиям, становится ее преградой, источником серьезных помех. Все астрономы, обсерватории, в том числе международные, подтверждают, что спутники мешают астрономическим исследованиям. И вот как раз на этом наглядном слайде можно увидеть, как выглядит Солнце в радиодиапазоне без помех и с помехами. На этом слайде мы видим, как выглядят оптические телескопы. Видим помехи от спутников в оптическом диапазоне. Спутники можно увидеть невооруженным глазом. Чистого звездного неба мы уже не увидим. И к 30-му году для нас космос будет представлять новую сущность, что, в общем-то, подтверждает концепцию технического обскурантизма, который герметично закрывает бесконечность познания. Переходим к сбору данных. Было написано около 100 писем в разные международные российские обсерватории, с целью узнать, сталкивались ли они с такой проблемой, есть ли у них подобные данные, которые мы впоследствии могли бы применить в программе 4V. Получив данные разного формата, у нас возникла трудность с тем, чтобы их расшифровать, так как они имеют очень узкую специальность. Но было пару файлов, которые нам все же удалось применить к проекту. Эти данные получены были из Института солнечно-земной физики. На кадре изображено Солнце в радиотелескопе. Для большего погружения в проблематику астрономии мы посетили частную обсерваторию Александра Крылова, который провел нам замечательную экскурсию, где рассказал про все тонкости наблюдений и исследований. Мы рассматривали разные созвездия, такие планеты, как Юпитер, Сатурн, также не обошли и стороной Луну. Даже находясь там, мы увидели пролетающий мимо нас спутник. Данная поездка очень помогла приблизиться к пониманию тех сложностей, с которыми сталкиваются астрономы. Уникальный обсерваторий здесь был сделан сотрудниками МГУ, первый робот-телескоп в России. Он входил в десятку роботизированных телескопов мира в 2002 году. Сейчас я телескоп наведу на объект, где звезда умерла. И вот он пошел на этот объект. Вы смотрите сюда в окуляр. Около шести штук открыли свертолую звезду. У нас здесь мастерские, и мы делаем здесь телескопы. Это оптические у нас станки. Вот вращается шпинтель. А это поводок. Вот шлипуется разными абразивами, и получаются вот такие вот поверхности стеклянные. Вдохновившись изображениями Сатурна, наблюдаемого нами в телескопе, за основу для нашего будущего проекта мы выбрали именно эту планету. На изображения Сатурна, полученными с радиотелескопом, мы накладываем сымитированные помехи. Для имитации помех и создания аудиосопровождения мы использовали VVV. Аудио представляет из себя аудиопомехи, наложенные на звук передвижения телескопа. Визуализация прототипа инсталляции. Объект был вдохновлен формой телескопа. Любой человек, по сути, является уже спутником, имея просто под рукой телефон. Зритель, заходя в пространство инсталляции, попадает в поле детектора мобильного телефона. Чтобы начать исследование, необходимо положить телефон в специальный кранированный ящик. Тем самым, после этого действия исключаются помехи на экране с изображением Сатурна, то, как он выглядит в радиотелескопе. Также параллельно исчезают помехи в звуковом сопровождении, которые исходят из направленного динамика на потолок. Далее посетитель может взглянуть в окуляр телескопа, в котором он может все исследовать уже в оптическом диапазоне. Данную инсталляцию в дальнейшем мы планируем развивать и дорабатывать в плане реализации объекта, так как проблема очень актуальна на сегодняшний день, которая стремительно прогрессирует и затрагивает каждого из нас. На этом у нас все. Спасибо за внимание. Как все в этом мире рождается, живет и умирает. Так и звезды. Умирают, новые возрождаются. Вот туманность Ориона, М42 такая есть, там сейчас ученые наблюдают сгустки материи, где зарождаются звезды. Спасибо.